Трампомания, господа, это такая болезнь, форма заболевания головного мозга. Трампоманов сейчас по всему миру очень много, особенно много их, конечно, в Соединенных Штатах. Некоторые из них такие активные трампоманы, которые стараются вещать, распространять свою манию, как правило, стараясь именно лично самим себе доказать, что они, конечно же, правы. Их такое обожание Трампа и принятие Трампа любого, что бы он ни сделал, это правильно. Больше всего, естественно, под роликами о Трампе мне дают ссылок на вот этого человека. И я уже до такой степени устал постоянно писать однотипные комментарии, что, думаю, пришло время мне высказаться по этому поводу. Итак, самым известным трампоманом сейчас в пространстве YouTube является вот этот русский еврей, зовут его Лев Вайнштайн. По-моему, сам он произносит эту фамилию несколько иначе, но, поверьте мне, очень многие евреи потеряли правильное произношение своих фамилий, а фамилии русских евреев идут из идиша. Идиш – это смесь еврей-то и немецкого, поэтому настоящее, правильное, грамотное произношение этих имен будет вот так, как я сейчас говорю – Вайнштайн, что переводится «винный камень». Или, например, неправильно произносят в русском сегменте фамилию Айнштайна, произносят Эйнштейн. Это неправильно. Нужно произносить «Айнштайн», что значит «один камень», ну и так далее. Так вот, этот человек, русский еврей, не знаю, был уж он там диссидентом или нет, скорее всего, нет волну еврейского оттока массовой миграции из Советского Союза, вот один из таких был Лев Вайнштайн. Я не знаю конкретно его историю, но эти истории все, как под копирку, одинаковые. То есть в свое время этих людей выпускали не для того, чтобы они попали в Соединенные Штаты, а для того, чтобы они попали в Израиль, на свою историческую родину, которую они заново приобрели. Но большинство из них в Израиле либо вообще не были, либо очень коротко там задержали. Израиль – это интересная, специфическая страна, там нужно было очень много работать, а еще лучше воевать, а еще там нужно было очень много строить, тяжелые климатические условия. Одним словом, многие ранимые советские евреи недолго задержались в Израиле. В основном они потом скапливались, например, в Австрии или в Италии. В каждой семье отдельная история, но там они жили по несколько лет и добивались перемещения в Соединенные Штаты. В то время Соединенные Штаты давали льготы, так сказать, какое-то число вот этих русских евреев имели право переместиться туда. И вот, скорее всего, сами спросите этого Вайнштайна, как он попал в Соединенные Штаты, думаю, вот по одной из таких схем. Вот в какой-то год замечательный, симпатичный советский еврей Леон Вайнштайн приехал в Соединенные Штаты. Стал там устраиваться, изучать язык, и наверняка в тот момент он благодарил небеса за то, что существует такая замечательная страна, которая готова принять любого человека. Вот кем бы ты ни был, из Африки, из Советского Ада, из Казахстана, из Таджикистана, из Парагуая, кем бы ты ни был. Но если ты добрался до Соединенных Штатов, у тебя есть шанс стать гражданином этой замечательной, пестрой, многонациональной страны. И вот одним из таких был и Леон Вайнштайн, который когда-то выпрашивал гражданство Соединенных Штатов. Наверное, что-то подсчитывал об американской истории, и наконец-то он это гражданство получил. Но когда эти люди получают американское гражданство, почему-то в этот момент у них напрочь, просто напрочь стирается все, что было до этого в его жизни, а это может быть 30-40 лет. И они вдруг в одно мгновение становятся такими, знаете, такими коренными жителями Соединенных Штатов. Они начинают рассуждать так, что он не только приперся туда, поджав хвост между ногами, что он не только совсем недавно выпрашивал гражданство, а что он просто вот родился, просто вот в пятом поколении, а еще, естественно, его дети, внуки, так они вообще коренные американцы. И вот когда вы начинаете с этими людьми говорить, они на полном серьезе будут вам доказывать, что вот, ну уж он-то, может, вот он-то Леон Вайнштайн, он-то и есть настоящий американец, понимаете? Ну, не важно, что последние там 10-15, может быть, 20 лет от силы, так главное-то в душе, главное-то он понимает принципы американского общества. И вот этот настоящий в кавычках американец через какое-то время на просторах Ютуб начинает вещать абсолютно расистские, исламофобские мысли. Ну, то, что он трампоман, это отдельная история, но если вы послушаете его блог внимательно, это человек крайне правых радикальных взглядов. И смешно именно то, что люди, получившие совсем недавно гражданство, отказывают в этом праве остальным людям, потому что у них другой цвет кожи или, например, потому что они мусульмане. И он расскажет вам очень подробно, почему мусульмане не имеют права находиться на территории Соединенных Штатов или пытаться получить гражданство, как он это сделал. А вот, например, беленькие, они, да, вот им, пожалуй, Вайнштайн позволяет пробовать как-то в эту страну пробраться. То, что сам Вайнштайн представитель вообще-то семитской группы, посмотрите в интернете, с кем близки евреи. По большому счету, их самыми близкими кровными братьями являются арабы. Но евреи почему-то об этом забывают. Они почему-то думают, что в глазах остальных они более беленькие, более чистенькие. Но вот лично я, глядя в лицо Вайнштайна, а я не являюсь антисемитом, просто отдельные люди вызывают стойкое чувство отвращения. Так вот, глядя в лицо Вайнштайну, я скажу вам, что он чисто внешне сойдет за грузина, армяна и, конечно же, представителя семитской группы, то есть еврея. Но благо, он живет в стране, где особо не обращают внимания на форму носа, глаз, цвет кожи. Вот принято так в американском обществе не делать различия и каждому давать одинаковые шансы. И понимаете, почему теперь меня бесят такие люди, как Вайнштайн? Сами, пролезшие туда когда-то, иммигранты в первом, черт побери, поколении, которые должны до конца своей жизни помнить, что они всего лишь иммигранты, получившие право называться гражданами Соединенных Штатов. И вот они ведут себя, как правило, наиболее разнузнанно и нагло. Ну и естественно, иммигрант в третьем поколении Трамп, а я говорил, что его дедушка жил в той земле, где сейчас проживаю я. И я, кстати, тоже имею немецкое гражданство, но вот не считаю, что имею право кому-то запрещать въезжать в эту страну, наоборот. В своем блоге я говорю так, я смог, сможешь и ты. Кто бы ты ни был, чеченец ли ты, азербайджанец, узбек, татарин, русский, абсолютно не важно, ты тоже сможешь, если у тебя есть мозги, образование, желание что-то делать, изменять в своей жизни. Так вот, дедушка Трампа, к несчастью для моих новых теперь земляков, выходец из немецкой земли Райланд Фалькс. Иммигрант в третьем поколении Трамп, семь раз банкротившийся, ну понимаете, супер бизнесмен, просто несравнен, непонятно по какой причине в последний раз он выкарабкался, и это, я думаю, рано или поздно откроется, единственный президент Соединенных Штатов, не показывающий до сих пор свою декларацию, вызывающий, конечно же, очень много вопросов после того, как он прилюдно вылизывал задницу Путину, но для Трампа-обманов все это мелочи, самое главное, что он показывает всем большой факт, ну например, сейчас Европейскому Союзу своим прямым союзникам, вы представьте себе, какое странное кино играет в голове Дональда Трампа, он готов многолетние связи порвать с Германии, Англии, Франции, он со всеми ими ведет себя нагло и только в присутствии Путина он ведет себя как маленький нашкодивший в штанишке мальчик, но об этом я уже много раз говорю, так вот, иммигрант в третьем поколении, который три четверти своей крови имеет немецкое, черт побери, становится президентом Соединенных Штатов, только потому, что это вот именно такая специфическая страна, что здесь любой человек может добиться успеха. Практически все русскоговорящее население поддерживает Трампа, и только настоящие, коренные американцы, дедушки и бабушки, которых воевали за свободу этой страны, сейчас пытаются освободить свою страну, демократию, которой они добивались своей собственной кровью, и каждый на истории своей семьи может рассказать, как это было, вот они пытаются от этого зла освободиться. Понимаете, что произошло? Америка впустила в себя вот таких вот миллионы маленьких Вайнштейнов, людей с очень короткой памятью, которые, как только получают американское гражданство, начинают закручивать гайки в отношении остальных. Я попал, а ты нет. Я сюда пролез, а вот тебе я этого права не дам. И, конечно же, поверьте уж мне, эта позиция совершенно не жизнеспособна. Не в такой стране, как Соединенные Штаты. Я по-прежнему верю в силу этой страны. Я по-прежнему верю, что они смогут выдавить этот оранжевый чири из себя. Президент Соединенных Штатов Трамп это президент Люмпинов. Президент плохо образованных людей. Тех, кто совершенно не разбирается в ситуации в мире, готовые заглатывать какие-то популистские лозунги, не имеющие под собой абсолютно ничего. Президент Трамп, для тех, кто еще сомневается, проиграл на самом деле Хилари Клинтон. Он набрал на 3 миллиона голосов меньше. Это фактическая сторона вопроса. И только благодаря законам Соединенных Штатов он смог стать президентом, буквально пройдя по лезвию ножа. И дальше всеми своими поступками. Каждый его шаг, что касается внешней политики, я сейчас не говорю о внутренней политике, что касается внешней политики, он пытался вытащить Владимира Путина из того критического положения, где он оказался. Он пытался либо смягчить, либо полностью отклонить санкции против России, и он пытается до сих пор поломать отношения с Европейским Союзом. Это очень большое зло, от которого еще долго придется избавляться следующему президенту Соединенных Штатов. Надеюсь, что это будет тот, кто на самом деле чувствует и понимает эту страну и ее роль во всем мире. Надеюсь, что прослушивая следующие ролики Льва Вайнштайна вы все-таки будете пропускать все это через то, что я сказал. Обращайте внимание на то, как много некоторые иммигранты начинают брать на себя. Большой пользы для Америки они, как правило, не приносят. Лев Вайнштайн не открыл какую-нибудь фирму по наладке холодильных установок или пиццерию, как какой-нибудь итальянец. Нет, он работает на русскоговорящем радио. Представьте себе, как сильно потеряла бы Америка, если бы, например, там не было русскоговорящего радио. Поэтому, прежде чем говорить мне об очень весомом, экспертном в кавычках мнении Льва Вайнштайна, подумайте, кого, собственно говоря, вы имеете при этом в виду. Пока!